здравствуйте дорогие друзья прошу присоединяйтесь к моему вечернему чайничью пока наш чайничек специально кстати достала электрический будет греться вот так красиво светится я покажу вам что у меня тут имеется я тут приготовила у нас вечернее чаепитие то я думаю лучше всего заварить наверное розу да у меня здесь специально в пиалочке с этой вот такой бамбуковой ложечкой с буквой джин от чая кстати грейс грейс кужан такая красивая бамбуковая ложечка я и буду накладывать розовые лепесточки вот этот чайничек он кстати стоит на замечательные салфеточки сделает для меня одной моей подругой хорошей две таких салфеточки и они назывались как чай вдвоем я специально вязала крючком чтобы я подкладывала под чашечку или под блюдечко я думаю что вообще жалко его знаете так чай немножко прольется бывает такое что если вы пьете чай в чашечке на блюдечке то чай все-таки чуть-чуть остается на блюдечке если это ложить на блюдечко под чашечку или даже релом все равно он может как-то немножко покапаться я решила что ты все равно лучше будет под этим чайничком набор я этот покупала когда приехала в 2014 году из своей поездки в прибалтику из хельсинки и эстонии перед эстонией и возможно 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 кто нибудь есть осведственником или принадлежит тогда тоже будет я сумму на чайник так а это вот 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 Продолжение следует... 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 которые в совокупности превращают и сам лунзин в драгоценности. Эти четыре драгоценности – изумрудный цвет настоя, чистый аромат, совершенный вкус и внешний вид. То, что было написано на этом пакетике. В принципе, он неплохой. Он бывает разный. Это можно сказать один на четверочку. Один из лучших вариантов, я пробовала ворчика, причем, когда я его покупала, он по виду своему, если вы не знаете, что такое лунзин или лунзин, или же колодец дракона, он немножко напоминает сэнчу, японскую. Когда я тогда увидела его ворчика, спросила, вы не ворчика, а в центре китайского донголития, СКТ, я вот так сокращала, который, кажется, два месяца пробовал после моего закупания, вполне на шесть лишних тысяч, и закрылся, к сожалению. В общем, тогда я хотела купить сэнча, они мне сказали, что это не сэнча, это такой вот чай, он очень интересный, кстати, и если правильно заваривать, допустим, даже вот такой в какой-нибудь прозрачном чайнике, или в стаканчике, или в чашке подрасти, он стоит такими палочками. Конечно, тогда увидите. Ну, и еще у меня тут один пакетик, это из нашей кофейной кантаты, мелодия вашего вкуса из Ярославля, клубника с дыней. Это вот чай, который, кажется, покупала в последний раз, как раз, вот когда была в Ярославле, душистая смесь цирлонского, индийского, китайского, черного чая, с добавлением нежной клубники и сочной дыни. Запоминающееся сочетание фруктов наполнит сладостью и свежестью в любое время суток. Очень даже неплохой чай, действительно такой. Кстати, вон у меня дверь открылась, возможно, было слышно. Магнитик там совершенно не держит. Дверь, куда мой котик ходит по своим кошачьим делам. В общем, чай был действительно с кусочками клубники. Даже, знаете, с такими вот, где-то с поланку пальца. И кусочками дыни. Довольно был, действительно, неплохой по вкусу. Мне он нравился. Но цена, конечно, была у него тоже интересная. В общем, у меня вот такие пиалочки есть. Рассчитан наборчик на 4 человека. Несколько раз он был в использовании именно как для людей, для моих гостей. Но сегодня у меня гостевые. Да, розочка практически заварилась. Вообще, этот чайничек рассчитан... Вот вы, возможно, заметили, что я не очень много положила в заварке. Этот чайничек разливается на 4 маленьких чашечки пиалочки. А потом заливает суши кипятком заново. Тут, думаешь, получается у нас одна заварка. Ну, я думаю, вы заметили, а если же нет, то я покажу вам. Под каждой чашечкой есть вот такой небольшой подносик. Кстати, покупала этот набор в нашем, уже закрывшемся год назад, в магазине чайном, о котором я рассказывала в своем обзоре про чайный магазин теперешний углический ваш чай. Именно вот там я покупала в той Добрине. Может быть, за полторы тысячи, откровенно говоря, я просто не помню. Ну, а то, что он больше тысячи стоит, это точно такой наборчик. Ровно на 4 чашечки. Так, думаю, так как роза у нас еще не все отдала нашему чайчику, не знаю, будет ли тут видно что-то, но она еще загодится для очередной заварки. Сейчас я попытаюсь ее, пожалуй, вот так сделать. Конечно, я допустила обложность и забыла предложить вам ложечки к чаю, потому что, возможно, некоторые из вас любят чай с медом. Ну, а можно же попить и так. Правда, он сейчас пока горячий. И вот не то, чтобы нестерпимая, но, пожалуй, подождем брать, пока наш чай. Пусть он чуть-чуть остынет. Часики тикают, отбивают время. Очень мне нравится смотреть видео. Все же не гоже дразнить гостей медом и не дать при этом ложечки. Я решила отойти ненадолго и все же исправить свою обложенность. Пейте гости дорогие с медом и без него. Приятного чаепития! Можно подвить. Чуть-чуть горяченького. Даже сверху получилась. Такие разные ложечки. Вообще, я люблю такие маленькие ложечки. Они из разных чайничков, из разных чайчиков. В основном были от чая Мэри. Вот этот, от молной. Чай Индия. Випсти. Чай Мэри, Индия. Классика. Чай Мэри, Индия. Практически стерпись. Ну, я точно помню, что это был чай от Мэри. Тоже внизу, Индия. Сола. Вот такая вот ложечка. Вообще, было две каких-то одинаковых ложечки. И одну я подарила своей родине. Ну, я пестила. Вообще. Да, в 2002 году, когда училась в Курке, в Ярославле на главном, на Ярославле главном, вот такой магазинчик с чаем, там продавалась чай от Мэри или еще чай от Мэри, и Алла-Ко зайти, и в них попадались ложечки. Буквала. Основной черный чай, и вот в нем были ложечки. Кстати, кошка моя, точнее, Тишка, сейчас уже на кухне, под столом. Возможно, будет слышно его шуршание. А вот это ложечка Советский Союз, еще до моего рождения. Ну, тоже в моей коллекции. Не ржавеющие стали 35 копеек. Что сейчас можно купить за 35 копеек? Светочка ягодок. Последняя тоже будет получая у нас хранилась. Это Мэри-Чай, чай от Мэри, Индия, тоже Соло. Наверное, Индии, чай от Мэри, Соло, я и попала шнуртку. И вас приглашаем присутствовать. Да, я той части вспоминала я про Наталью из Германии. Очень нравится мне ее слушать. Ну, и ее я тоже приношаю к своему чайпитию. Ну, и думаю, наверное, пора прощаться. Я думаю, надеюсь, я надеюсь, вам понравилось наше с вами чайпитие вечернее, дорогие друзья. Ну, и добрых снов заходите в гости ночейок на вечерний, утренний, дневной. Приводите друзей, подругу. До новых встреч, сладких снов. Пока.